Второй момент. Царь Давид. Здесь мы снова читаем о войне с аммонитянами. Это сложные люди, аммонитяне. Вот Иоав идет на войну, и вдруг видит, что Ирам, царь сирийцев, пришел на помощь аммону и орданцам. Евреи оказались в ловушке. Тогда он говорит своему брату о весе. «Будь силен и крепись ради нашего народа и ради городов нашего Бога». Радак объясняет, что значит «города нашего Бога». Им нельзя позволить завоевать наши города и поселиться в них. А если они это сделают, это уже не будут города нашего Бога. Теперь послушайте и примите это к сведению, и вы увидите второй ключ, помогающий понять различия между Шабатом и Йом-Кипуром, и отдачей земли. Правда в том, что даже один из величайших евреев, Авраам, был наказан именно за то, что уступил еврейский суверенитет на часть земли Израиля. Все присутствующие знают историю о том, как филистимлянин Авимилех пришел к Аврааму и сказал, «Давай заключим соглашение мира. Поклянись Богом, ты жил в земле, филистимлян, и я проявлял к тебе милосердие. Поэтому не забудь об этом. Давай заключим мирное соглашение, что не будем воевать друг с другом. Ты оставишь меня в покое, и я оставлю тебя в покое». Авраам ответил, «Хорошо». Взял семь ягнят и заключил мирное соглашение. Согласно Мидраш Раба, Всемогущий сказал Аврааму, «Ты дал ему семь ягнят в знак соглашения, по которому ты разрешил ему жить в земле филистимлян, которую пообещал не отнимать у него. Земля филистимлян – это часть земли Израиля. Что это за соглашение, которое ты заключил с ним? «Семь поколений филистимлян будут господствовать над тобой, прежде чем ты завоюешь их». Его потомки убьют семь праведных евреев из-за этого греха. Это были Самсон, Хофти, Пинхас, Саул и его трое сыновей. И так далее. И там есть другие вещи. Рашбам говорит там, в очень-очень конце Тарик Таббет, он задает вопрос, «Как связь между этим эпизодом, с мирным соглашением и последующими событиями? Почему Бог внезапно решил испытать Авраама? Какой недостаток? Какой грех он нашел в Аврааме?» Рашбам приводит этот мидраж и утверждает, что Бог разгневался именно на этот его поступок, поскольку это была часть обетованной земли. За это Авраам и был наказан. Это мидраж, это Рашбам. Г ci-нам. Какого Michaelaи? Угра. Продолжение следует... Продолжение следует...